В базарном Сызганском районе в селе Патрикеево произошла страшная трагедия. Подросток зарубил топором всю свою семью, затем парень покончил жизнь самоубийством. Прямо за моей спиной дом, где произошла страшная трагедия, подросток убил топором всю свою семью. Маму, брата, сестру, дедушку и бабушку. Заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков прибыл на место происшествия вместе с правоохранителями. Я лично выехал на место происшествия. Село Патрикеево находится 200 километров от города Ульяновска. В настоящее время работает следственная оперативная группа, представители следственного комитета, полиции. Продолжается осмотр места происшествия. Друзья и родственники комментируют события по-разному, сходятся в одном. Все происшедшее – полная неожиданность для всех. Он хотел покончить жизнь суицидом, но чтобы они не переживали, родственники, он решил их забрать с собой. Он давно думал об этом, но никогда никто не думал, что он так сделает. Вообще парень такой спокойный, невзвинченный, ничего. Друг обнаружил погибшего подростка утром. Парень пошел на поиски по просьбе товарища, которому перед смертью Тимур отправил сообщение об убийстве. Он стучал в дверь, никто не открывал. Я ушел оттуда, позвонил другу, он мне сказал, так, так, сходи туда. Я пошел к вышке и нашел возле вышки его. Потому что он ему написал, что последний был в 3 часа, и последний в сети он раз был в 3.04. Все. У Тимура были младшие братишка и сестренка, но родные они только по матери. Папа у них разные, и в семье не задержался ни один. Отец предполагаемого убийцы приехал на место происшествия, но комментарий давать отказался. О самом парне известно, что он закончил прошлый учебный год с отличием. Участвовал в отборочных стязаниях на передачу «Умники и умницы». Директор базарно-созганской школы номер один говорит, что не может поверить в случившееся. Мальчик учился на отлично. Поведение было у него подобное. То есть он всегда, ну в любой ситуации, я не видел его раздраженным, я не видел его каким-то, ну может быть наоборот апатичным. Он всегда был уравновешенным, хорошо общался и с учителями, и с одноклассниками. То есть никогда не было никаких конфликтов. Учился хорошо. Следственные действия продолжаются. Отрабатываются все возможные версии происшествия. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова